Магнитогорский металлургический комбинат Белого, алого и лазуревого цветов Сам же праздник появился чуть позже, в 1994 году, является самым молодым Сегодня спрашиваем у вас, дорогие друзья, за или против вы неофициального использования государственного символа, флага нашего триколора О том, когда же впервые появился российский триколор Почему в нем именно эти три цвета, мы будем говорить с ученым-секретарем Магнитогорского историко-краеведческого музея Виктором Петровичем Котловым Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте, земляки магнитогорцы Я вас поздравляю с этим праздником, насколько он важен для вас, Виктор В общем-то, я бы сказал так, я к нему привык Но, как известно еще со времен библейских, для того, чтобы переформатировать, используя это слово, модное, некоторое время назад, как и плюрализм и толерантность Для этого нужно примерно 40 лет Но, поскольку у нас уже прошло 27-30 лет А время 21 века, это очень быстрое время То, наверное, большинство наших граждан так и скажет, что эта атрибутика стала для страны привычной И красные знамена, это, в общем-то, знамена одной из партий всего лишь А государственный флаг, я думаю, все цвета, которые знает, наверное, любой гражданин уже страны Стали именно государственным символом нашей Российской Федерации Да, и тут, конечно, хотел бы сказать, я сегодня мельком слышал о том, как праздновали праздник в различных городах России В различных областях страны И я очень понимаю, насколько этот праздник теплее, роднее, сердечнее для тех, кто возвратились в Россию Для Севастополя и для жителей Крыма Мы о них еще поговорим чуть позже И хотелось бы задать вам такой вопрос Я уже озвучила выше цифры, да, что совсем недавно, относительно недавно Триколор стал официальным символом нашего государства Но ведь его история гораздо началась раньше, намного раньше, если можно так сказать Все-таки давайте вспомним А здесь много различных легенд, вариантов и попыток, и власти И, в общем-то, я думаю, к концу XIX века Вот этот белый-сине-красный флаг стал во многом народным Хотя легенда существует разного, так сказать, образа и предположений Но есть такая знаменитая история о первом российском корабле Построенном не Петром Великим, а при царе Алексея Михайловича Голландцем, кстати, откуда и Петр многое взял, сведенным И капитан Бутлер в 1668 году подал прошение государю Что вот на всех кораблях, которые ходят в морях, флаги Какой флаг был точно установлен для корабля, неизвестно Но то, что было выписано, так сказать, по царской милости Материя синего, красного и белого цвета, это известно Значит, и тогда предполагалось, что-то флаг-то наш История-то идет с каких-то времен дальних Почему именно вот этот синий, красный и белый? Ну, я думаю, белый попросту, потому что у нас более полугода зима Красный, ну, это наша история В конце концов, войска равноапостольного Владимира и Дмитрия Донского Выходили под красными стягами Тут здесь никуда не денешься А что касается вот синего, насколько я понимаю Это где-то и религиозный оттенок имеет этот цвет Но, повторяю, Петр Первый, ну, если говорить официально На торговых судах в 1705 году Но до этого некоторые попытки плавать в Архангельске Опять-таки эти цвета соблюдались Вот эти цвета почему-то упорно соблюдались На всем протяжении, начиная от Петра Великого Да, были попытки расширить и прочее Но даже в 1914 году была окончательно уже война Так сказать, что вот этот флаг Именно является русским народным флагом В отличие от императорского, черного, оранжевого Так сказать, белого Виктор Петрович, а вот вам какое значение ближе? Ведь до сих пор нет официального значения трех цветов Почему, да, вот синий, что символизирует или что символизирует белый? Вот вы для себя как ассоциируете эти цвета? А вот для меня, да чтоб не назвали, так сказать, империалистом Для меня все-таки это флаг единства трех народов Белорусов, украинцев и красный великороссов То есть такая версия тоже существует? Вот одна из этих версий Конечно, есть другие, что, так сказать, белый цвет Так сказать, чистоты Чистоты, невинности Да, невинности Лазаревый цвет, синий в том смысле Этот цвет, ну, скажем И религиозный, и мужество, и прочее А красный цвет, это красные славы, воинской доблести Ну и, как говорят, часто в советские времена Это кровь борцов пролита за народное дело За народное счастье Было ли нужно народу это счастье от этих борцов, я не знаю Потому что вот таких борцов крестьяне во времена он и сдавали в околоток часто Но все-таки кровь действительно проливалась И красное знамя символом страданий, символом борьбы Оно было, тут никуда не денешься Не поспоришь Виктор Петрович, в 91-м году флаг признали официальным символом Российской Федерации Но только аж в 2000-м был принят закон о государственной символике Вот эти 9 лет, неужели наш флаг был нелегитим? Нет, в Конституции оно уже было прописано Но окончательно конституционное установление, да, было в 2000-м году Это же вещь деликатная, очень, ну скажем, еще в 90-м году наши некоторые депутаты стали вот этот флаг ставить в здании, так сказать Да, использовать Потом вышло специальное решение убрать, поскольку это напоминает царские времена Но, я бы сказал так, может и напоминает время Но флаг этот, в общем-то, использовался, да, вот допустим, пресс нашего государя Александра Второго в Париж И весь Париж был украшен вот этими, как назвали, русскими флагами Но это было симпатией именно к народу страны У императора был, так сказать, свой официальный вот этот императорский флаг, который тоже со своими сложностями Но вот этот флаг, повторяю, он был именно народным Вот почему даже какие-то попытки его куда-то сбоку или прочее Все-таки государство поняло, что вот он стал народным Он уже в то время, если бы не произошли тех событий, которые произошли, он был уже принят Принят народом Гораздо более принят, может быть, даже чем сейчас Я допускаю даже такую вещь Виктор Петрович, давайте посмотрим, как сегодня в Магнитогорске отметили день государственного флага Впервые триколор был поднят при царе Алексею Михайловичу более 300 лет назад Как символ российского торгового флота И лишь в конце 19 века стал официальным флагом Российской империи В советский период его сменил алый стяг А триумфальное возвращение трехцветного знамени произошло в 1991 году Когда Верховный Совет РСФСР постановил Считать полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазуревой и алой полос национальным флагом России Официальные сведения о государственной символике еще сложноваты для восприятия детей Но работникам библиотеки завладеть вниманием ребят удалось В легкой и интересной форме они рассказали дошкольникам о том, какой роль играли флаги и знамена в глубокой древности и какую сегодня Привили понятие об уважительном отношении к государственному флагу и гимну родной страны Каждый русский помнит это Флаг лишь три Содержит цвета Но его все страны знают И взавидуя вздыхают Стоит только заприметить Наших сложно не заметить Чистота, любовь, свобода Все, что нужно для народа Во время веселой викторины выяснилось, что ребята пришли на праздник уже подготовленными Они знали и слова гимна, и его автора А также, что двуглавый орел на гербе смотрит в Европу и Азию Рассказали о символическом значении цветов флага Розоцветный флаг России Белый, синий, красный цвет Самый для меня красивый Краше флага в мире нет Поздравить ребятню с государственным праздником пришли представители Магнитогорского совета ветеранов Евдокия Михайловна Левченко, председатель ветеранской организации Ленинского района Считает, что дошкольный возраст – то самое время, когда в память ребенка можно и нужно закладывать самые значимые понятия В числе которых и определение патриотизма Детское, но уже очень важное для каждого гражданина нашей страны Мы не говорим патриоты, мы просто говорим, дети любят родину Вот это нужно вложить детям Дом любишь, маму любишь, родителей любишь, люби родину нашу большую Сначала Магнитогорск, а потом Россию всю Если долго-долго-долго в самолете нам лететь Если долго-долго-долго на Россию нам смотреть То увидим мы тогда и леса, и города, океанские просторы, ленты, рек, озера, горы Мы увидим даль бескра, тундру, где звенит весна И поймем тогда, какая наша родина – большая и необъятная страна Сегодня мы отмечаем День государственного флага Российской Федерации И о национальном символе мы разговариваем с ученым-секретарем Магнитогорского историко-краеведческого музея Виктором Петровичем Котловым Мы посмотрели, как Магнитогорские отметили этот праздник Но во всех городах нашей большой необъятной родины Проводят различные мероприятия, акции, флешмобы, ставят рекорды Так, например, в 2013 году десятки тысяч горожан выстроились на мосту Через бухту Золотой Рог с красными, синими и белыми флажками в руках Владивосток так создал свой самый большой живой флаг в мире Он составил 707 метров На следующий год, в 2014, уже в Омске, люди решили, что флаг можно сделать из автомобилей Соответственно, трех цветов Для этого понадобилось 225 машин Ну и сегодня, по последним данным, самый большой в России флаг был развернут в Симферополе Его длина составляет 28 метров, ширина 16, а вес 100 килограммов Виктор Петрович, как Вы относитесь к такой популяризации российского флага? Вполне нормально Вы понимаете, время сейчас такое, что, вот, говорят о клиповом мышлении и прочее Вот эта яркость, доступность И, так сказать, когда мы читаем, скорее даже в газетах, одни заголовки Это создает, ну, привлекательный образ То есть это же делают люди, которые сами становятся причастными И вот к этому событию тоже причастность возникает великолепная Я даже... Но Вы бы приняли участие в такой масштабной акции? А вот посмотреть бы, посмотреть обязательно Хорошо Скажите, пожалуйста, а как Вы считаете, что изображение российских символов, государственных, национальных Насколько оно приемлемо? Где-то тонкая грань между уважением И при этом, например, на школьном дневнике изображен российский флаг Или все-таки как символ в одежде его использовать? Вот не перетягиваем ли мы в сторону неуважения к символике? Да нет, я думаю, если я вижу людей, ностальгирующих по СССР, у которых и на спине, и на груди по гербу изображено Ну, что ж, вольному воля А наш флаг, наш герб, ну, вполне интересный и достойный того, чтобы, так сказать, их видели Если человек считает себя патриотом, так, или герб, или флаг нынешней России, так сказать, на своих... Спинах нести? Да, на своих спинах, или на своих куртках, или на своих рубашках Но другое дело, каждый делает это в меру своих извилин И здесь мы ничего поделать, увы, не можем А как вы относитесь к тому, что флаги вывешивают из окон, с балконов? Вот в многих странах это принято, и никто не считает, что это какое-то оскорбление государственного символа Насколько я знаю, у нас был закон, что это тоже разрешено И я думаю, если я, так сказать, когда снова побываю в Ялте и увижу там флаг, вывешенный на балконе Я мысленно поклонюсь этому человеку Потому что я знаю, почему они его вывесили При любом отношении к тому, что произошло с Крымом Я уважаю этих людей Но у нас как-то этот индивидуально Как-то мы еще к этому не совсем привыкли Хотя это нормально, если человек, так сказать, в этот день Или в другой день, 12-го числа, допустим Ну, вывесил этот флаг, показав, что он гражданин своей страны Замечательно Мы вышли на улицы города и опросили магнитогорцев Что они испытывают, что чувствуют, когда видят государственную символику И как они относятся, за или против к неофициальному использованию национальных символов Давайте посмотрим Я так думаю, что уж наш бейсик, белый, синий, красный, знают все абсолютно Ну и бывая за границей, конечно, очень приятно Когда, допустим, вот мы в бассейне плывем И кричим, Россия рулит И нам там с берегов отдыхающие тоже машут И оказывается, вот и поднимают флаг Чтобы дети и все остальные почаще видели символ России Знали о цветах государственного флага Знали, что они означают Если честно, я всегда гордюсь за то, что когда есть российский флаг Особенно на, скажем так, сопоставимости с разными странами То есть, что наша страна, она огромная Что она есть, она едина, она сильна И показывает нашу символику, нашу мощь, нашу колоритность И считаю, что нужно У меня родители на Демитровском поселке живут У них флаги висят Раньше как-то только на праздники вешали Вот 7 ноября, 1 мая А сейчас постоянно, но не снимают Понимаете, дома, когда это используется в повседневном Ну, это как-то, ну, не совсем, что ли Бережное или уважительное отношение к символике государства, я считаю Я хочу, чтобы флаги были везде И даже на своем собственном доме Это наш флаг Мы гордимся флагом Мы любим нашу страну Гордость А также Любовь К нашей Родине Мы должны быть патриотами своей страны Какая бы она ни была Может быть, кто-то и недоволен властью и так далее Но, тем не менее, это Россия Мы должны гордиться, что мы живем в такой стране У нас есть звонок Лидия Анатольевна у нас на связи Лидия Анатольевна, здравствуйте Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к нашему государственному флагу? Добрый вечер Здравствуйте еще раз К флагу я отношусь очень хорошо, к нашему По крайней мере, его уважают везде По всей земле, я так думаю Эта гордость есть какая-то за наш флаг За наш российский флаг Лидия Анатольевна, скажите, пожалуйста Вот вам лично бы не хватало Или, может быть, вы наоборот против Чтобы флагов было больше в городе Чтобы, возможно, они развивались над частными домами Или какой-то атрибутики с изображением нашего государственного символа Вот как вы к этому относитесь? Во времена Советского Союза Вообще флаги везде были, реяли И над домами частными И над всякими учреждениями Сейчас этого, конечно, не хватает Флагов раз-два и общался по городу Манитогорску Ну, не только по Манитогорску Везде по России Таковых их очень мало висят Хотелось бы больше, правильно? Ну, естественно Спасибо вам большое за звонок Спасибо До свидания Виктор Петрович, ну, хорошее у нас, да, мнение Жительница сказала, что не хватает нам флагов Что в советское время как раз-таки очень много было стягов А сейчас вот как-то маловато Ну, были, так сказать, красные полотнища Висели праздником транспаранты, опять же, красные С белыми, так сказать, буковками Ну, это было Но тоже особенно инициативы граждан Коллективно, да, выходили на демонстрации А потом несешь эти флаги Кому-нибудь доставалось И как-то мучаешься Все уже пошли, извините, праздновать А тебе нужно их, так сказать, стяги Донести до конторы Почетное уважение, почтенное, да? По законодательству Каждый субъект Российской Федерации Помимо основного флага нашего национального Имеет свой региональный, так если можно высказаться конкретно Вот в Магнитогорске есть тоже свой флаг И есть герб Давайте поговорим о нем О нашем флаге Он очень лаконичный, очень простой Но что же он все-таки значит? Он блистательный, я бы сказал Этот флаг мне напоминает Любимое время Начало 20 века Конструктивизма Когда лаконизм дошел до Можно сказать, до гениального предела Потом это, как всегда, гениальность превратилась в хрущобы Скажите, пожалуйста, что это за черный треугольник? Черный треугольник Это символ, в общем-то, треугольник, как всегда Символ стойкости, мужества, основания Именно держится Да, устойчиво стоит Устойчиво стоит Но это в том смысле еще для нашего личного города Это символ железа, поскольку город у нас делает сталь Это, я думаю, в мире, ну дай бог, стран 20, ну 25, которые производят столько сталь, сколько одна наша магнитка То есть здесь этот символ по праву и по плечу, скажем так Ну и еще это символ романтики Палатка ведь так ставилась Так начинался Магнитогорск Да, так начинался Магнитогорск Я повторяю Блистательный, лаконичный Полностью соответствуют геральдики Хотя многим бы понравился другой флаг Который делал, скажем так, и наш, и ваш коллега Виктор Алексеевич Катаев В основе там еще три цвета Красный, синий, зеленый Да, там в основе Во-первых, он все-таки упомянул, что мы стоим на Европе и Азии Да, на границе Это река Во-вторых, та же, так сказать, тот же треугольник Ну, прекрасный Но геральдика наука строгая Тут могла бы, как говорится, иногда Оскорбление флага или что-то в нем неправильно созданное И надо и до войны довести Унижение флага – это тоже жесткая, неприличная вещь Вплоть до разных ситуаций Но я повторяю Абсолютно мне нравится Лаконично, строго, жестко и красиво На гербе Магнитогорска тоже изображен черный треугольник Но там еще две ленты Что это за ленты? А вот здесь, ну, нужно сказать, что у нас уникальное время Когда мы стараемся, и дай бог, чтобы это получилось Соединить всю нашу историю А не вымывать то царский период, то советский период У нас сейчас уникальное при всех отношениях Время, в которое соединить пытается Время собирать камни И здесь награды, которые Магнитка в советские годы Заслужила своим, я бы не побоюсь сказать, адовым трудом Во время войны и послевоенной Когда приходилось полстраны восстанавливать То есть это орден Ленина? Орден Ленина и Красного Знамени Это, ну, святые награды Можно относиться по-разному К Советскому Союзу, к этому времени Но эти награды святые Сегодня и герб, и флаг Магнитогорска И, конечно же, наш российский триколор Изучают с молодых лет в садике, как мы уже сегодня видели Потом в школе Чего бы вам вот лично хотелось пожелать нашим магнитогорцам В этот день, в день государственного флага Какого бы отношения к триколору? Ну, мы живем во времена перемен Но у нас сейчас установившиеся по Конституции По выборам, как не говорим По тем атрибутикам По той атрибуции, которой все-таки народ принял Принял наш народ И эту Конституцию, и эти выборы, и эти символы И дай Бог Их на долгие-долгие времена И чтобы мы под этими символами только процветали и развивались Ну, это само собой Этого хотелось бы Благодарю вас за то, что в этот вечер вы были с нами Благодарю также наших телезрителей Всего вам доброго До встречи И пускай над нами развивается флаг Спонсор программы Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Редактор субтитров А.Семкин